Во имя Отца и Сына Святого Духа. Псалом 101, 22 стих. Благословите Господа все дела Его. Не все знают, что такое псалтырь. Это книга, написанная царем, пророком, псалмопевсом Давидом. Самая большая по объему. В центре Библии. Самая считаемая во всем мире 3000 лет. И никто никогда не помыслил занять ее место. Первое место занимает, а второе на тысячи лет дальше. Самая распространенная книга Святая Библия. Вслед за ней произведение мирского характера. На полки если положить, то между ними пустое пространство. Примерно 500 полок. Даже сравнивать не ищем. И вот отсюда мы узнаем смысл жизни. Живу я, а для чего? Я как-то попросил в своей общине всех написать, как нашли Бога. Как они пришли в нашу общину. Некоторые не пришли, а ходили только на занятия. 84 человека написали. В большинстве случаев поиск начинался с того, что задумались. А для чего вообще я живу? Что я умру? С этим никто не спорит. Что родился? Ясно, что я живой. А для чего? Умер и все. Ответов очень много. Один из ответов такой, чтобы быть в раю. Да, рад бы в рай, да грехи не пускают. Второе. Не попасть в ад, чтобы не гореть. Я нашел, что самое краткое дает изъяснение Серафим Саровский. Стиржание Духа Святого. Но для людей это непонятно. Что такое стержание? А что такое Дух Святой? А Духи Святого вообще понятия никакого нет. Потому что названия Христа какие есть, около 500 имен. И на все где-то как-то откликаются. Преображение. Преображенские фамилии. Преображенский район. Вознесение. Вознесенский район. Вознесенский город. Как-то что? А Дух Святой как? Никак. Вообще никак. И мы считаем в Священном Писании непонятные слова. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. В разных местах. Слова Троица нет в Священном Писании. Чтобы Слово Троица затвердело, три столетия стояли на месте. Подыскивали слова Единосущный. Целое столетие ушло, пока нашли это Слово. И не кто-то, а святые отцы на соборах утверждали. Господь говорит, кто скажет на Сына Человеческого, на Христа, проститься, а на Духа Святого не проститься. Ни в этом веке, ни в будущем, никогда. Это же Святой Троица. Они равные, безначальные, бесконечные, неизменяемые, неслиянные, нераздельные. Слова там есть. Но почему к Духу Святому такое отношение? Как хорошо было с учениками. Они ни в чем не имели нужду. Он говорит, в чем имели нужду? Ни в чем. А теперь, дальше говорит, и хорошо, что я уйду. Если не пойду, то Дух Святой не придет. Понимаете, загадка за загадкой была. Теперь для нас все это растолковали святые отцы. И говорит, Дух Святой придет и научит. Вот почему и не понимали. Это научит нам всякую правду. Вот слово община, многим вообще непонятно. И было все общее. Так общее это везде бывает. В разных религиях, в разных государствах, в разных эпохах. Но здесь что-то другое было заложено. Мы читаем 15 главу Евангелия от Иоанна. А отец мой виноградарь, я есмь истинно виноградная лоза, а вы ветви. Понимаете, как все понятно. Очень известный человек был в мирском мире. Кармаркс. Где-то в 15 лет, выпускной экзамен. И он избрал тему 15 главу Евангелия от Иоанна. И получил пятерку. Он очень точно подметил самое главное. Где-то, ну, яблоки как раз вот в одном, в другом месте. А здесь все слитное, все вместе. Почему? В Боге. Люди, которые имеют избрание от Бога, они все время недовольны собой. Вот это я не узнал. Эх, как много времени потратил зря. А вот здесь проспал, не встал вовремя на молитву. Он все время скорбит об этом. Добиваться нужно, чтобы у нас были те же чувствования во Христе, как и во Христе Иисусе. Не просто чувства, а переживания. Иисус на ночь удалялся и молился. А кому молился, когда сам Бог? Понимаете? На каждом слове мы можем остановиться. Бог так сделал, что окружил нас такими делами своими, что всюду и везде звучит слово «Я велик, равных мне нету, я Бог, славу мою никому не дам, я единый, я вечный». Пророк Исаия об этом говорит. Все пророки об этом говорят. Самое малое отклонение от уставов грозило смертью. Бог дал субботу. Ну и что? Они не слышали никогда об этом. В субботу ничего не делать. Ну а как? Электричества не было. Пошел собирать хворост. Заметили. А это можно написано, не делайте, как в обычные дни. Арестовали. Я все думаю, а то сидит дома. Все у него на месте. Хороший муж. Жену не бросил. Готовить обед. Ну все нормально. И вдруг арестовали, он сидит где-то в сарае. Что ж держат? Как они там теперь? Холодные едят? Он ничего не знает. Дальше мы видим ужас. И ужас напал на всех людей. Расследовали. Это ты брал. Этот хворост твой, твой. Ты должен умереть. За что? Я сражался за Бога и Егову. Я жизнь готов положить. Семья моя любит Бога. Все молятся. Ты должен умереть. Не знали, что делать? И Господь сказал, оставьте до утра. И утром я скажу, что нужно делать. Это мы так привыкли. Но один раз не пришел в субботу вечером молиться. Другой потом захряс на этом. Потом воскресенье не нужно. Приду или не приду. Тебе непонятно, что ты не отстал. Ты ушел. И через это обнаружили, что не все наши. А как узнать наши и не наши? Молитва. Стремление к Богу. Стремление познать волю Божию. 1.8 Иисуса Новина говорит. Дал книгу. Сея книга. Да не отходит от уст твоих. Не от глаз, а от уст. Поучайся в ней день и ночь. Дабы в точности исполнить. Богу не надо 99%. Он всем умом требует. Всем сердцем. Всей крепостью. Он умер за нас. До капли крови пролил. И на меньший Бог не согласен. Мы так себе принизили планку, что ну и что. Ну не ходил. Ты отошел от ангелов. Ты отошел от Бога и этого не понимаешь еще. Все закончилось. Ну хотя один из дома должен прийти. А он не пришел. А почему не пришел-то? Мы не знаем, ответа Библия не дает. Пошли на войну из одного города, по-нашему сказать, с районного центра. Ни одного воина не было. Ну хоть один-то был. Ни одного. И сразу ангел явился и сказал, прокляните. Прокляните мироз. Он не пришел на помощь Господу с храбрыми. А уже война закончилась. Отпустили домой людей. Демобилизованная армия. Вернуться всем. Окружить город. Стереть с лица земли. Ни одного младенца не оставлять живых. От них дурное поколение пойдет. Это мы привыкли все это сглаживать. Ну Бог милостивый. Мы грешим. Приходим, батюшки, что-то борьбочим здесь. Дальше. Бог милостивый. Он прощает нас. А дальше живем по своей воле. Считай, что у нас написано. Ты оставил меня, говорит Господь. Оставил. Поэтому я простру на тебя руку мою. И погублю тебя. Я устал миловать. Что интересно, сколько у нас надписей. И когда первый раз здесь епископ Сергий, от которого митрополит приехал, остановился. И священники были. Никто. Он сразу отошел. А где это написано? А там нет, не написано. Выгорело. Оказывается, было написано. Он один, который заинтересовался. Ну он один. Ну еще из этого. А вы его биографию узнаете. Я откликал. Как бы не отвлекаю в сторону. Бог дал разум. Такие отношения с ним. Он архиепископом дня не был. Ему сразу дали митрополиты. Епископы. А посмотрите. Вот почему он так относится к нам. А посмотрите на его вид. Как приезжает. Как уходит. Я такой биографии в интернете не нахожу. Я сегодня поместил его биографию в события дня. Вчера говорили. Он долгое время был священником. Он большую часть жизни провел за границей. Представьте. Чешская православная церковь просит разрешения у патриархии, чтобы его сделать членом своей церкви. Вообще я не слыхал такого, не видел. Дальше идем в Иерусалиме. И наконец, имея огромный опыт священства, его ставят епископом. И вот у нас, если был бы другой епископ, еще бы этого не было, он сразу приехал. И сейчас какие отношения сохраняются? Почему? У него опыт. Огромный опыт. Мы должны это все иметь в виду. Это достичь не звания, там награды перечисляются его какие, а Бог. Как Он служил в Эстонии. В это время такой непорядок. Все государства против. И Он получает награду от правительства Эстонии. Где бы Он ни работал. И Он никому не пытается как бы угождать. Он делает, положено, я это делаю. Я к слову просто сказать. Так мы должны увидеть, что в этом Бог. Его Господь на это дело избрал. И мы переживаем в отношениях с патриархией сегодня золотое время. Он подгасил все. Официально ни один нигде не выходит. А речь идет о тысячах людей, о сотнях священников, которые были против. И обычно, когда принимают монашество, меняют имя. А Он как был Сергей Иванович, так и остался Сергий. Тоже интересно это. Солом 149, 7 по 11 стих. Хвалите Господа. И перечисляет холод, туман. Я знаю, что такое туман, где вода поднимается, особенно осенью часто. Давид писал, он соображал, что пишет или нет. Мне так вот кажется, рукой его водил Дух Святой тогда. И когда он согрешил, два смертные греха сделал, все же молится. И Духа Твоего Святого не отнимет меня. Бог как будто исключение сделал. И убийство, и прелюбодеяние, и Дух Святой все еще на нем. Какое удивительное событие. И здесь он перечисляет. Дальше говорит. Все дышащее. Дохвалит Господа. Псалом 150, 6 стих. Перечисляет все. И в конце правителей, князей и судей, чтобы они Богославили. Я много судился с властями, даже вот освободившись за что. 11 лет шел суд, чтобы возвратили, что у меня изъяли. 11 лет. Я пришел к выводу, что судьей где-то как-то можно. Судьей должен быть только верующий человек, ожидающий суда Божия. Независимо от того, православный, католик, протестант, мусульманин ли это будет, чтобы он знал, что за неправильный суд Бог будет судить. Каким судом судите, таким и вы будете. И вот мы окружены учителями. Вот у меня много ресурсов в интернете. И все одинаково называются «Открытым оком во свете Библии». Это два разных места священного писания. Во свете Библии. Чтобы мы все это видели. Любое событие. Вот я скажу, что вы знаете общилия? Ну что, мед. А дальше? А сколько насекомых всего Бог создал? Все время открывает новые и новые виды в море. Какие-то рыбы, какие-то твари на глубине даже 10 километров. Там раздавливает патрон даже стоящий. А они живут. И он не знает, и говорит, и рыбы великие дославят Господа. И ветер, и буря. И мы во всем должны увидеть Бог. Научиться петь Аллилуйя. Я немножко только коснусь того, что нас окружает. Вы видели? Большая такая летает, как муха, красивая, как оса, шершень называется, шершень. Если шершень с тобой познакомился, скажем, поцеловал тебя раз или другой, то есть поужалил, ты его никогда не забудешь. Я испытал это. Целая неделя, как булка в руках, все вот. А мы его выжигали, не заметили, что там есть отверстие, откуда он во время дыма полез. И сразу же поцеловали два раза. А что в Библии говорится? Мы знаем, предтеще назвал Ян Креститель. Предтеще больше и не называется никто. И шершень. Предтеще. А почему? Господь посылает. Вот эти земли принадлежат вам. Но народа много. Я помалу буду изживать ей Господь. Говорит, нашлю на них предтещи ваши, шершней. Об этом мы считаем. Книга Исход 23-28, Второзаконие 7-20, Иисуса Навина 24-12, Премудрец Соломона 12-8. И этими предтещами буду истреблять их. А шершни и ты когда бы его не видел, скажи, Господи, насекомые являются близким к кому-то, кто впереди нас прошел. Вот допустим, муха. Ну, муха-то мы знаем. О них написано Исход 8-21, Премудрость 16-9, Экклесиаста 10-1, мертвые мухи портят и делают зловонную благовоние мироварника. Исайя 7-18 прямо называет кого-то. Вот человек, который разносит разные недобрые вести, непроверенные, называется мухой. Мухой, которая отравляет троих, сам отравленный, отравляет кого-то, поносит и того, кто слушает. Муха. И эта муха, она находит сюда помойку. Пчела там не будет сидеть. Мы в Библии находим 77 книг. Канонических 66. Протестанты все издают только 66. Но оказывается, что урезаны и другие книги. Молитвы монастыри нет у них. Притча Соломона, 6 глава, 6 стих. Там говорится о муравье, пойди к муравью, посмотри, у него нет приставника, начальника, бригадира. Как они дружно работают. У каждого своя функция где-то. А дальше написано про пчелу. И пчелу выбросили. Я тоже не могу по сей день ответить. Стих пополам разрубили. Почему? А ты пойди к пчеле и поучись. Ни одно насекомое так близко не бывает человеку. из сластья приятный для всех. Богатый, царь или кто бы то ни был. Ну, что она, когда она где-то там в дупле. В дупле было у нас такое. Ветер свалил, клён обратно притащил его волоком к нам в лагерь. А его пилили дети. Никто ничего не знал. И перепилили как раз вот держу, что они жуют дети. А они сот делят. Там. Ну, много ли там? А сегодня человек, эти называются магазины дополнительные, ставит сверху 3, 4 и даже 5. Бывает, не один раз качает. А сколько берут? Ну, у нас бывает так 40 килограмм. Это уже очень хорошее. я считал в Америке до 200 килограмм. А почему? Потому что всё время пасеку перевозят. С одного поля на другое. Ну и что? А кто-то кому-то должен. И кто-то платит. Кто платит? Ну, раз лёд берёт, значит, он что-то берёт. Нет, наоборот, ему платят. То, что опыление урожай почти в два раза повышает. Это мы должны знать. Вот даже мошка и то исход 8, 16, 17. И Господь сделал, а как бороться с мошкой? Бороться невозможно. И сделал всю персть пыль мошкарой. А чего завелось? Пыль превратилась. Поднял ветер пыль. И одна мошкара, ни глаза открыть, ни в дом, в любую щель залезать. ты должен увидеть, что в этом милость Божия. Вот у нас берёза, она не упоминается там, там её нету. Но там есть ель, есть кедры. И об этом Давид поёт песни. Как кедр ливанский. И каждый раз говорит, убежище зайца, где айс трилют гнёзда. Нужно научиться самому простому, что ты видишь, и во всём увидеть милость Божию. Я нашёл такой стих, Откровение 5.13 Наступил Божий суд. И всякое создание, говорящее слава Агнсум Иисусу благословение и честь и слава и держава сотворившему всё. Мы знаем, умеем считать. Вот маленький мальчик, я спрашиваю, да скольки ты умеешь считать? Он уже много считает. Но он знает цифры, но не знает, что за цифрами стоит. Научите его этому. Вот казнят одного человека. Десять пальцев. Отрубают один палец. Он сразу начинает петь. Великий Бог, единый, вечный, нет ему равных. Второй палец отрубилин. Господи Божий, ты Бога, человек, воистину. Третий, святая Троица, помоги мне. И на каждый палец у него особое песнопение. А боли забывают. И Бог делает так, что тело делается бесчувственным. Почему и говорили, они как деревья, христиане. Ну, два и три, можно узнать. Но охота сказать о Боге. Варвара, заточенная отцом, для скором, сидит, называется, терем, столб, не видел ни разу, ну, видимо, этажей несколько, рассуждает. Отец уехал, наказал, как построить баню. Два окна, в честь солнца и луну поклонялся. Она догадалась, пришла к ним, она его наследница и говорит, сделай три окна. Да, мы же два сделали. Я говорю, три, три, это светлее будет. Во имя Святой Троицы. Она первый раз заявила о цифрах своих. Мы сколько раз касаемся этого. Я говорю, тем, чем мы окружены. Нужно научиться во всем видеть промыслительность Божию о человеке, чтобы Слово Божие для тебя было живое и действенное. И жизнь была живая и действенная. Я однажды как-то сказал, а игумен подхватил, в интернет выставили. Литургия должна быть вся наша жизнь. Литургия означает, это наше общее дело. Мы во всем должны видеть. Посмотри, как луна прибывает и убывает. Не каждый знает, а почему она одевается. Половина нет ее. Чтобы человек научился размышлять по Божию, открытым оком во свете Библии, для этого нужно трудиться, работать. Вот мы идем с детьми, при том это без натуги. Идем с разъезда. Я впервые, встретили их с поезда, ребятишки. Дети, что вы видите перед ними? Дорога. Так, стоп. Вы что о дороге знаете? Ничего не знают. Давайте ей говорить, Господь, я всем путь, истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Дети повторяют. Что Евангелие, что Иоанна, они не знают. В этот день началось вхождение Слова Божия в детей. Что бы ни случилось, мы во всем должны увидеть промысл Божий о нас. Вот это для нас когда людей и сравнение делает с чем-то. Посмотрите на лилии. Ну, у нас нет лилии-то. Ну, оказывается, есть. И посмотрите, какие святые. Но и Соломон, самый богатый в мире человек, не одевался так. Не одевался, как каждый из лилий. И она, однако, подсекается. Мы как-то с матерью косили, тут ложки разные идут. Зашли, ну, одни святые. Мы скосили. Дня через три пришли собирать. Ничего не... Вот такое сухое, ржавое лежит. Мы кое-как поняли, что цветы в это и превращаются. Это жизнь человеческая. Великие и дивные дела Бог совершает ежедневно, ежеминутно. Это надо видеть. Ударил гром, ты должен найти. А что такое? сверкнула молния и о молнии. И так явится сын человеческий от востока до запада, как молния видна бывает. Строит что-то. Какое сравнение сделать? Человек что? Храм Божий. Люди строят храмы, а Господь говорит, вы храм Божий. Да как храм Божий? У меня тело... Все объяснено. Когда дьявол напал на Евого, поразил проказы, а он черепком соскребал с себя это. Иоанн Златоуст говорит так. И дьявол увидел его сияющее сердце через эти стропила, стропила это ребра. И он закрыл лицо руками сатана и бежал. Это не написано, но понятно, что больше ни разу не подошел. Мы должны это видеть. Сегодня как? Раз решился идти в священника. Куда пошел? Ты почитаешь шесть слов Иоанна Златоуста. Как он вникает во все? Почему никто не написал о нравственной священнице как Иероним Свидонский? Это вопрос на вопросе. Я хочу сказать 10 октября мы уезжаем около четверга. Еще занятие три будет. Вы приготовляете вопросы. Вопросы которые будут быть может и отвечены для вас. Тогда вы будете открытым оком на все смотреть. Посмотрел только что они делают. А вот это. А как у Бога об этом говорится? мы провеем что-то ветра от ветра ссор. А как в Библии написано? И лопата его в руке его. Эти несколько мест о которых Господь нам сегодня говорит призывают к тому чтобы человек коротенькую эту жизнь жил с открытым оком. И смысл получается стяжание Духа Святого то есть во всем увидеть помощь Духа Святого проникнуть все Бог сделался человеком чтобы человека сделать Богом. Вот такое изречение есть. Будьте святы как я свят говорит Господь на меньше Бог не согласен. А можно ли быть таким святым? Нельзя это планка. Будьте святы. Никакую обиду не держи. Обида не христианское дело. Не стони зря все время вспоминать что есть люди которые намного больше тебя страдают. Приободрись. Я на вокзале видел бегают цыганские ребятишки вот такие маленькие 43 градуса мороза. Ну какой пол то там? Они выскакивают на улицу там друг за другом забегать. У меня в лагере были они ни один не кашляет. Почему? Мы оторвались от природы. Поэтому таблетки нам помочь не могут. Нужно благодарить Бога за здоровье и за болезни за друзей и за врагов за достаток и за скудость и тогда лишних разговоров пустых осуждающих не будет. Почему? Бог наполнил этот сосуд храм славословием мы до Бога живого и от лишнего Бога освобождает. Да случится это с нами со всеми. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.